Я не знаю, что она отсюда. Я был уверен, что она отсюда. Она не оттуда, не отсюда. Ты самую собаку пристрелил? Стрелок, судя по высказыванию, якобы перепутал домашнюю собаку с бродячей. Но даже если бы пёс был бесхозный, это не повод хвататься за ружьё. Хозяйка рассказывает, у животного не было и намёка на агрессию. Всё произошло вот здесь, в совхозе Сибиряк. О том, что было, сейчас напоминают только порядком заметённые следы. Сама девушка рассказывает, что они с семьёй прогуливались вдоль леса на лыжах, а собака мирно бегала вокруг. Ну и что известно о стрелявшем. Он местный житель, если верить девушке, и находится буквально в нескольких домах отсюда. На кадрах видно, вместе с мужчиной было ещё трое взрослых и несколько детей. Собака на их глазах скончалась меньше, чем за минуту, говорит хозяйка. Это видела и её семья. То есть он выстрелил, мы сначала не поняли, что она умерла. Он побежал, пёс побежал с визгом. Мы подъехали, стали ругаться. Человек этот очень был агрессивный, здоровый. То есть он элементарно мог слезть, эту собаку отогнать, даже если она какую-то опасность представляла. Но он этого не сделал. Он просто решил позабавиться. И застрелил его вообще без жалости. Мишка, так, звали пса, прожил всего два года. И местные, и хозяева говорят, что это был чуть ли не самый дружелюбный пёс в совхозе. В семье четверо детей. Собака частенько сопровождала их на прогулках и просто играла. Теперь, чтобы доказать, что пёс умер не своей смертью, придётся проводить вскрытие. Пуля от пневматики прошла так, что под слоем шерсти не видно даже точку входа. После этого собаку даже похоронить не выйдет. Они сказали, что они её всё изрежут, чтобы найти пулю. Поэтому я её не буду забирать, я её кремирую здесь. Жалко было его резать как бы всего. Но я всё-таки хочу его наказать, этого человека. Я хочу найти пулю. Как выяснилось, стрелок попал в лёгкое, поэтому не было крови. В краевом МВД произошедшее пообещали прокомментировать позже. Тем временем владельцы собак уже побаиваются. Если раньше травили и стреляли только бездомных, то теперь даже с домашними страшно просто выйти на улицу. Елена Саткеева, Андрей Крупнов, Енисей. Новости.